В здании администрации муниципалитета прошла встреча молодежного актива и представителей Ленинского отделения торгово-промышленной палаты с заместителем главы администрации Ленинского городского округа Татьяной Квасниковой. Основными темами встречи стали досуг молодежи и безопасность юных посетителей памп-трека и скейт-парка, расположенных у кинотеатра «Искра». Недавно несколько ребят получили там различные травмы, так как катались без средств защиты. Представители торгово-промышленной палаты предложили строго следить за тем, чтобы дети и подростки не выходили на трек хотя бы без шлема. И для этого передали администрации собственноручно закупленные средства защиты. На 10 штук вообще планируем купить 50. Также планируется, что будет выделена ставка от администрации после того, как уже соответственно куплена будет защита, на то, чтобы был человек, как контролер, который проверял бы, чтобы дети все-таки выходили с защитой на опасные трюковые объекты. Замечательно то, что в нашем городе есть вообще неравнодушные люди. Люди, которым вот все не все равно. Люди, которые берут на свои плечи и в том числе ответственность за безопасность наших ребят, которые любят рисковать, и хорошо, чтобы их риски завершались благополучно. Контроли планируется привлечь в молодежный совет Ленинского городского округа. Недавно ему выделили собственное помещение в кинотеатре «Искра». Торгово-промышленная палата и тут решила поддержать ребят. Торгово-промышленная палата любезно согласилась помочь молодым ребятам и обеспечить их компьютером. Пока один, но впоследствии, я думаю, что еще парочку мы приобретем дополнительно. У нас начинается новая, так сказать, страница молодежной политики на территории Ленинского городского округа. И та помощь, которая нам оказана, будет очень полезна. И мы обязательно будем пользоваться компьютерами, потому что сейчас без этого, как вы сами понимаете, никуда. Поэтому огромное спасибо. Также представители торгово-промышленной палаты предложили вынести на рассмотрение депутатов вопрос об ограждении зонбам трека и скейтпарка, чтобы не допускать туда маленьких детей и ребят без средств защиты. Продолжение следует...